Актерская жизнь После сериала Не родись красиво Вообще В мою жизнь вошли И уже идут годы И не уходят из нее Многие артисты заняты Со мной в этой работе Так здорово Я не знаю То есть вы продолжаете общаться, встречаться? Да, просто Общаться, встречаться С некоторыми даже просто тесно Очень дружим Мы с семьями выезжаем отдыхать И нам интересно проводить друг с другом Не только время на площадке Но и общий досуг Как-то мы не успеваем друг другу надоесть Ну как вы отдыхаете? Вот вы выезжаете вместе на природу и что? Вы играете в футбол? Играем Да что? Да У вас есть какие-то увлечения? Из детства что-то осталось? Ну и с детства, если говорить о спорте Увлечения в баскетболу Вот Витя тоже им увлекается У меня даже несколько баскетбольных мячей дома И никто не удивился Когда я переехала в новую квартиру И под окнами у меня Баскетбольная площадка? Да Детская, но тем не менее Как? Вот это была Это случайность Но приятная Дом по-разному Вы переехали сейчас в новую квартиру? Ну год назад почти Год назад? Это собственная покупка? Да Это то, что вы сделали сами? Да В целом, да С помощью Не одна Но, скажем так Я была локомотивом Так Но было очень много вагонов Мои родители Сестра, брат И еще много-много людей Которые буквально Мне пришлось взять долг Поскольку Кто создал их? В кредите мне отказали Вам отказали в кредите? Почему? Не знаю Для меня это тоже загадка Зрителями сериала «Не родись красивой» Были и дети в том числе Их было огромное количество Вы, наверное, это почувствовали, да? Да Вы продолжаете практику общения с юным зрителем Вы играете теперь в постановках театральных для детей Что это за спектакль? В театре я играю Или уже много лет В спектакле «Волшебник изумрудного города» В «Незнайки путешественники» я играю «Снежинку» В «Томиссуэре» я много лет играла Сейчас уже не играю в этом спектакле И вот совсем недавно вышел спектакль Который называется «Почти за правду» По сказкам, маленьким сказкам Тона Телегина Который идет на маленькой сцене Даже не на малой сцене А на маленькой сцене «Рамта» Где, наверное, человек 15-20 детей И столько же родителей И они в метре от нас И они... У них есть возможность даже помочь героям То есть иногда они помогают создать там почту То есть это такой интерактивный спектакль? Да, интерактивный И под конец все пляшут на сцене И совершенно невозможно спектакль закончить Потому что зрители, дети начинают как-то так активно внедряться в действие Но вы с таким восторгом рассказываете о детях Зрителях могли бы отказаться от работы в театре, в кино Да Ради воспитания детей Думаю, что да Потому что это как-то приходит осознание Что, да, театр вообще свою профессию я очень люблю Но это не главное Так Ну, совершенно я искренне об этом говорю То есть вы приближаетесь к тому времени Когда нужно будет сделать какой-то выбор Да, я же говорила Я сегодня уже говорила о этапах взросления Этапы Вот сейчас такой этап Когда я понимаю, что А жить только работой Ну, тут определенный этап Кто сегодня вас ждет, когда вы приходите после спектакля домой? И это закрытое тепло Если случается, что нужно быть откровеннее Даже в интимных сценах Нежели ваша природа личностная вам может это позволить Что вы делаете? Какие усилия над собой вы преодолеваете? Ну, вы все правильно сказали Усилия над собой Что вы делаете? Если это требует Если, понимаете, на все есть Существуют задачи, да Если они задачи и способ их Да Воспроизведение уже на сцене там Или в кино И это все должно быть оправдано Вот Ради того, чтобы шокировать публику Мне это совсем То есть вот эта цель И эта задача мне совершенно неинтересна То есть вы делаете это для себя? Или все-таки думая о зрителях? Важно, чтобы вы почувствовали состояние удовлетворения Или ваш зритель? Я думаю, что Важно и первое, и второе Ну, конечно Все, что делает артист Он делает только для зрителя Ну, вот вы признайтесь Слезы на сцене и слезы в жизни Вот Нелли Уваровой чем отличаются? Да, в общем, ничем На сцене я плачу чаще Вот так Чем в жизни Да Ну, слава богу Так получается Как вы проводите день перед сложным спектаклем? Что вы делаете? Ох, вы знаете, сейчас Я вам открою секрет, наверное А может и не открою Вот, например, вчера у меня был непростой спектакль Спектакль ночного проекта «Ранта» Он начало в 9 часов вечера Вот, и казалось бы, да Весь день должен быть подчинен этому событию Но До этого у меня было две репетиции Так Репетиция спектакля «Алых парусов» С вокальными номерами А потом репетиция спектакля «Меча длится мгновение» Где мне пришлось Репетировали такую сцену Где мне пришлось просто на 3-4 Режиссер просил меня на 3-4 Зарыдать и прям делать это Некрасиво, громко Так И я понимала, что к спектаклю К 9 часам вечера У меня уже такой длинный путь После спектакля я с трудом вспоминала Когда я переодевалась Я думала, интересно, а в чем я пришла сегодня в театр? В какой оде? Где моя оде? И вообще, как началось утро? Я забыла, потому что такой насыщенный день Был интересный, насыщенный Есть подруги у актрис? Это бывает? Да Потому что говорят, что с актрисами дружить невозможно А почему? Я не знаю, это такой миф Я бы задала этот вопрос к вам Тому, кто так считает Правда любопытна И да, успеваю Успеваю У меня есть подруги в театре У меня есть подруги из этой профессии Но с которыми мы не встречаемся по долгу службы Только где-то Потому что работаем в разных театрах И, конечно, близкие мои подруги Которые со мной просто с таких лет Умеете ли вы дружить? Мы задали этот вопрос одному человеку Давайте послушаем ответ Продолжение следует...